Заняться делом, которое принесет пользу себе и окружающим. Таких примеров во время режима ЧП в стране множество. Кто-то занялся волонтерством, а кто-то готовит бесплатные обеды для сотрудников блокпостов и врачей в больницах. Временно перепрофилировать свой бизнес решили несколько семей из Алматинской области. Подробности у Гульнар Шантасовой. Доставляю подгузники. Вы заказывали? Да, заказываю. Иксел размер. Жители города Каскелена, Галм-Иликеев и Шенгас-Хангельдин – профессиональные звуковые техники. Долгие годы занимались музыкальным оформлением свадеб и банкетов. Объявленный в стране режим ЧП внес свои коррективы и в их деятельность. Доход прекратился и нужно было искать какой-то выход. Не дожидаясь льготных выплат от государства, решили временно переквалифицироваться. Предложили местному заводу по производству подгузников свои услуги в качестве реализаторов. Руководство пошло навстречу. До чрезвычайного положения страны мы работали, таскали на этой машине музыкальную аппаратуру. В связи с чрезвычайным положением в стране пришлось прекратить все эти мероприятия. И сейчас мы переключились на более другой вид заработка. Конечно же, прибыль не такая, как мы зарабатывали раньше, но сейчас более-менее хватает на семью. Цветочный бизнес Светланы Скрипиной в карантин тоже переживает невеселые времена. Семья понесла потери почти на полтора миллиона тенге. Партию дорогих роз, тюльпанов и экзотических цветов из-за отсутствия спроса попросту пришлось выбросить в мусор, сетует Светлана. Однако семья не отчаялась. Решили перестроиться и выращивать рассаду на продажу. Приходится как-то выживать. Мы сейчас немного переквалифицировались. Мы садим рассаду, продаем ее. Каскелени у нас на земле многие люди, поэтому это как бы дополнительный заработок, дополнительная прибыль нам, чтобы удержаться на плаву, чтобы заниматься чем-то. Сидеть дома нужно и при этом надо чем-то заниматься. Сейчас в теплице, где каждый год в сезон выращивали больше 20 тысяч тюльпанов, поселились ростки капусты, помидоров, огурцов и других овощей. Основная часть рассады уже реализована. Главное, есть дело по душе и с пользой, утверждает хозяйка. Ведь не зря говорят в народе, кризис это время новых идей и возможностей. Гульнар Жантазова, Олжас Байбусынов, Хабар 24, Алматинская область.